На театре военных действий в Сирии эффективность ударов российской авиации по международным террористам из группировки Исламское государство, запрещенной в нашей стране, такова, что сирийская армия смогла перейти в наступление. Российские военные задают вопрос, что делала целый год коалиция во главе с Америкой, если за это время ИГИЛу удалось во много раз увеличить площадь территории, где они чувствовали себя совершенно свободно и безнаказанно, и готовить там в том числе террористов для рассылки по всему миру. Есть у военных и другие вопросы, на которые они хотят получить ответы от западных коллег. И подробнее о раскладе сил в зоне конфликта в репортаже Павла Пчелкина. Эффективность ударов российской авиации очень высока. Их результаты всего за несколько дней во много раз превысили результаты почти года бомбардировок ИГИЛ, коалиции, возглавляемой США. Это официальное заявление сирийского МИДа. После нескольких недель подготовки правительственная армия Сирии перешла в наступление. Об этом сегодня заявил глава сирийского генштаба. Удары российских воздушно-космических сил подорвали боевые возможности международной террористической группировки ИГИЛ и других формирований. Сегодня вооруженные силы Сирийской Арабской Республики начали широкомасштабное наступление с целью уничтожения террористических группировок и освобождения районов и населенных пунктов, которые страдали от террора и преступлений. С момента начала наступления правительственной армии при поддержке ополчения удалось добиться заметных успехов, несмотря на ожесточенное сопротивление отрядов террористов. Сирийский спутниковый канал демонстрирует многочисленные кадры боевой сирийской техники во время операции. Наступление ведется в провинции Хама в 200 километрах от Дамаска, где в последние дни активно работали наши бомбардировщики. Как сообщает ливанский канал Альманар, после мощной артподготовки бойцы сирийской армии продвинулись за сутки на 70 километров к северу от города Хама, административного центра провинции. Также сирийские войска наступают на город Альтамана, где окопались экстремисты группировок Джабхата Нусра и Ахра Раша. В районе освобожденного города Кфар-Набуда армия Асада продвинулась на 50 километров. Наступление ведется при поддержке российских авиакосмических сил. Сегодня ночью с авиабазы Мемим самолеты российской авиации совершили 22 боевых вылета. Экипажи Су-34, Су-24М и Су-25 нанесли удары по 27 объектам террористов на территории Сирийской Радской Республики. Массированным бомбардировкам подверглись отряды из террористической группировки ИГИЛ, которые проявляют наибольшую жестокость по отношению к мирному населению. Вчерашние атаки российских крылатых ракет Каспийской флотилии по 11 целям на территории Сирии фактически стали началом новой стадии операции. На данном видеокадре вы видите это пролет крылатой ракеты комплекса «Калибр», который был наведен на пункт управления боевиков. В этом же районе уничтожен склад боеприпасов, который сдетонировал при попадании авиационной бомбы. Напомним, ракеты, запущенные из Каспии, пролетели почти 1500 километров, в том числе на территории Ирана и Ирака. Фурдским повстанцам, противостоящим ИГИЛ в Ираке, удалось заснять пролет наших ракет в сторону Сирии. Первая неучебная атака крылатыми ракетами на такой дистанции продемонстрировала новые военные возможности России в регионе. Вашингтон, похоже, слегка этим ошарашен. По крайней мере, официальный представитель Госдепа Джон Кирби сначала вообще не хотел обсуждать это с журналистами, а потом и вовсе стал реагировать странно. Джон, может быть, вы ответите на вопрос, как вы относитесь к новой тактике русских в стрельбе с военных кораблей? Ну, опять же, я не собираюсь. Я не могу подтвердить, что русские вообще это сделали. Но Москва заявила об этом? Я смотрел видео, и пусть лучше Москва говорит, что делают их военные. Нас больше беспокоит военная активность в Сирии, влияющая на группы, которые не являются ИГИЛ и лечаеками Аль-Каиды. За сутки ролик с этой атакой, опубликованный на ресурсе YouTube, посмотрели 3 миллиона пользователей. Атака явно поубавила у многих желание воевать. Руководство некоторых группировок начинает задуматься о переговорах и сотрудничестве с Дамаском в борьбе с ИГИЛ. Например, оппозиционный Башару Асаду национальный комитет демократического действия Сирии. В текущей ситуации, когда Сирия стала пропускным пунктом для разного рода экстремистов, а исламисты воюют против человечества, сирийской свободной армии надо дистанцироваться от этой войны, открыв свои позиции, присоединившись к усилиям подконтрольной правительству Сирии армии в борьбе против исламского государства. Ответ России на этот пробный шар сирийской оппозиции последовал немедленно. Российский МИД заявил, что наша страна готова установить контакты с вооруженными группировками, если те будут сотрудничать с правительственными войсками Сирии в борьбе с ИГИЛ. А вот совсем свежее заявление официального представителя российского МИД Марии Захаровой. Все меры, которые Россия предпринимает на сирийском направлении, подчинены главной цели – содействию достижения политического урегулирования в этой стране. Без этого невозможно восстановить ее единство и суверенитет на всей территории, обеспечить стабильность и комфортное сосуществование всех этноконфессиональных групп. Между тем, ИГИЛ с удвоенной силой принялся вербовать свои ряды боевиков в регионе. На прошедшей в Москве конференции по Афганистану прозвучали данные о том, что группировка набирает свои ряды талибов на севере страны. Прямо у границы с Таджикистаном создаются базы и тренировочные лагеря. За последний год резко возросла активность в стране международной террористической организации «Исламское государство Ирака и Леванта», которая в целях расширения сферы своего влияния и построения исламского халифата берет под контроль все новые и новые регионы. По нашей оценке в Афганистане находится от двух до трех тысяч боевиков ИГИЛ и их численность постоянно растет. Есть у России развединформация, что уже сейчас ИГИЛ активировал свои усилия по дестабилизации ситуации в прилегающих к Афганистану мусульманских районах Китая. В ближайшей среднесрочной перспективе руководство ИГИЛ попытается, по нашей оценке, расширить зону влияния в северном направлении и в сторону Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая. Официальный представитель Минобороны сегодня прокомментировал отказ Пентагона обмениваться с Россией данными о расположении террористов, мотивированные тем, что Россия, дескать, бомбит умеренную оппозицию. Хочется ответить нашим критикам. Господа, вы больше года утюжили террористическую группировку ИГИЛ в этом регионе. А результат? Площадь территорий подконтрольных ИГИЛ в Сирии и Ираке только увеличились в разы. Сегодня мы обращаемся. Дайте координаты объектов ИГИЛ, но в ответ или тишина, или отказ. Хорошо говорим. Дайте сотрудничествовать в борьбе с терроризмом и дайте нам координаты, называемые, умеренной оппозиции. Их дислокацию, чтобы мы установили с ними реальный контакт. И что? На сегодня фиксируем полный ступор у наших коллег. Из чего напрашивается следующий вывод. Или умеренная оппозиция это призрак, или только делается вид, что они ее поддерживают. При этом представитель Минобороны вновь заявил, Россия готова обсуждать с западными партнерами любые конструктивные предложения по борьбе с ИГИЛ. Павел Челкин, Максим Семин, Первый канал.